В эфире Первого Ярославского, утреннее телерадио-шоу Первая Студия. Доброе утро, друзья! В эфире Первая Студия. Первые студии сегодня Дмитрий Московский, Делена Байбикова. Ну и, конечно же, блестящий парень и весельчак Стас Зубов. Всем доброе утро и отличного понедельника! Доброе утро! Кстати, поздравляю вас, коллеги, с первым льдом на лобовом стекле. Мы обратили, наверное, внимание. А еще я поздравляю нас с выходом, наконец-то! Две недели скучали, ждали, любили наших зрителей, и вот мы здесь. Наконец-то встретились мы с вами! Ура! Выходили в эфир, идет некоторое, видел я вас по телевизору. Ну да ладно, давайте поговорим о теме, которая сегодня нас всех с утра объединит. Мы сегодня обсуждаем сны. Пишите, пожалуйста, свои интересные сны в нашей группе ВКонтакте, которая так и называется Первая Студия. Также в соцсетях набирают популярность макияж с тающей кожей, прилипчивый осьминог в рубрике Ми-Ми-Ми, а следом за ним робот для трамбовки мусора. Разыграем несколько подарков в рубрике Игры Разума, узнаем гороскоп на сегодня, ну и вообще пообщаемся с телезрителями. 744-636, Скайп Первая Студия. А сейчас Дмитрий Московский расскажет про новости! Новости Проспект Ленина станет главной дорогой. Еще одна представительница Ярославля пробилась в финальный этап проекта «Танцы». В России запретят давать детям необычные имена. Начало восьмого в Ярославле о самом главном прямо сейчас. На юбилейной площади изменили схему движения. Теперь проспект Ленина – главная дорога, а проспект Толбухина – второстепенная. Как сообщили городские власти, подобное решение позволит увеличить пропускную способность транспорта на площади. Изменения вступили в силу этой ночью. 20-летняя Ярославна Анастасия Синицына прошла отбор и пробилась в финальный этап проекта «Танцы». Членов жюри Анастасия поразилась смешением стилей в своем танце. Напомним, ранее в финальный этап прошла еще одна жительница Ярославля по прозвищу «Вишня». Думский комитет по вопросам семьи, женщин и детей одобрил законопроект, который запрещает ЗАГСам регистрировать необычные имена. Инициаторы законопроекта уверены, что запрет позволит обеспечить более эффективную государственную защиту конституционных прав и охраняемых законам интересов несовершеннолетних на имя. В качестве примеров необычных имен называют такие «Дельфин», «Ярослав Лютобор», «Полина Полина», «Принцесса Даниэла», «Апрель», «Океана» и «София Солнышко». Таковы главные новости к этому часу. И далее о погоде расскажет Зиляра Байбикова. Погода. Ну что ж, после «Софии Солнышко» о погоде говорить самое. Но, друзья, все уже сегодня заметили или заметят и не лед, и как это называется, друзья, холода приходит. И на нас напал антициклон-рекордсмен, который удержит свои позиции в регионе. Атмосферное давление немножко понизится, но останется все еще очень высоким. Погода ожидается облачная с прояснениями и без осадков. Температурный фон ожидается немного ниже нормы. Итак, сегодня 3 градуса тепла, ветер юго-восточный 3 метра в секунду, давление до сих пор высокое 769 миллиметров тутного столба. Ребята, в эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Это просто прекрасно. Я так рад вот на вас, так и вблизи опасные смотреть, если честно. Соскучился. Я, знаете, что, обратил внимание, у Димы за 2 недели щетина отросла. Посмотри. 2 недели. Он стрессовал просто такой, бриться не буду, хочу в студию, хочу, хочу. Представляешь, какой он после отпуска вернется. Счастливый и заросший. Ладно, друзья, у нас сегодня тема сны, и Федеральная агентство новостей сообщает, что ученые выяснили, что сны могут вернуть воспоминания. Внимание. Группа исследователей из Великобритании выяснила, что давно стертые из памяти воспоминания могут восстанавливаться во сне. Это происходит из-за того, что во время ночного отдыха мозг способен направлять сигналы давно бездействующим нейронам, в которых и хранится забытая информация. Сигнал заставляет нейроны активизироваться, что в конечном итоге пробуждает потерянные воспоминания. Вот такие интересные новости. Вот тут, знаете, хочется сразу дать совет студентам, если вы на экзамене почувствуете, что что-то не можете вспомнить, ну, просто вздремните прямо так вот на экзамене, и, возможно, придет та самая таблица, формула, я не знаю, все что угодно. Отличный, кстати, вариант. Почему вы с Витей на ЕГЭ, я просто вспоминаю. Ребят, хочется уже перейти к нашей постоянной рубрике «Игры разума», потому что у нас билетов-то приготовленный много. Хочется? Много. Перейдем, Лерочка. Давайте, давайте. Переходим. Рубр игры «Игры разума». Поехали. Итак, сегодня в «Играх разума» мы разыграем аж солов-3 подарка. Это будет диск Макса Семенова под названием «Весы». Показываю, показываю, хвастаюсь. Макс Семенов. Мамульки Бен, да, между прочим, мы так вот поясним. Я так понимаю, это сольник. Это сольник Макса. Это мамульки Бен продакшн от Семенова. Кстати, для того, чтобы дозвониться в прямой эфир и выиграть подарок, достаточно набрать 744-636. Также мы разыграем. Что у тебя еще тут лежит? Это подарочный сертификат, ребята, на полет в аэротрубе. Это значит, что летать мы будем не только во сне, а в наяву, в реальности. Мы вам в этом поможем сегодня. Энд. Энд. Великолепный Михаил Шуфутинский. Да. Да, дорогие друзья, билет на Шуфутинского тоже можно будет сегодня выиграть. Чуть позднее расскажем о том, как это сделать. 744-636, звоните нам. Ну, а для начала, я думаю, давай уже первый вопрос-то нам зададим. Нет, не зададим. А у нас нет никаких вопросов. Мы решили сегодня, мы решили, чтобы мы прямо вот с человеком, который сейчас дозвонился, поиграем. А он есть уже. В эфир его. Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Оказалось, ее. Да, как вас зовут? Аня. Очень приятно. Анна, мы сейчас будем с вами, поскольку мы обсуждаем сон, делать то, что люди обычно делают, чтобы уснуть. Как вы думаете, что мы будем делать? Да. И, понимаете, еще раз можно. Тупить. Анна, мы с вами будем считать овец. Круто? Ладно, хорошо. Значит, сейчас внимательно смотрите на свой телеэкран. Мы вам даем ровно 5 секунд. Вам нужно за это время посчитать, сколько же овец находится на нашем экране. Но есть небольшая подсказка. Мы не считаем овец, который сзади размытый. Опой, который. Да, мы считаем овец с глазами. Сколько глаз овец вы увидите? Не, 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 не. Давайте так. Анечка, все вы поняли? Да, да, я поняла. В общем, слушайте команду Дмитрия Московского и то, как мы с Диляры считаем. Готовы? Готовы. Раз, два, три, пять, четыре, три, два, один. Все. Сколько овец? Двенадцать. Двенадцать овец. Вы у нас считали овец, которые только с глазами или те, которые повернуты другими частями тела? Всех считали, Анечка. А вы хорошо подумали, Анечка. Давайте подумаем еще. Слушай, Дима, я на самом деле, знаешь... Она думала, которые с закрытыми глазами, их не считать, да? С закрытыми глазами. А то есть это так называется? Вздревнувшие овцы. Ребята, давайте еще разочек попробуем, а? Давайте. Да, да. Готовы? Сколько овец? Поехали. Пять. Четыре. Три. Стас, медленнее считай сейчас. Один. Все уже, мы на экране. Сколько было овец? Сколько? Девять. Девять овец, это бинго. Мы поздравляем. Ну, плюс-минус она овца, ребята. Да, но там сзади еще две овцы, но они, кстати, глаз не видно, поэтому все, отдаем. Поздравляем. Ура. Ура, Аня, это успех. А что же мы вам отдаем, Анечка? А я думаю, что Анечка у нас готова пойти на концерт Михаила Шифутинского. Анна, готовы? Да, спасибо. Ура, Анна, покричите нам, вы рады? Да, я, кстати, у вас, меня же даже по телевизору показывали, я не раз была у вас на передаче. Круто, круто. Да, ну что, Анечка, есть возможность... У меня даже кружка есть, автографы у вас есть. Это прекрасно. Смотрите, вы собираете уже коллекцию призов от первой студии. А теперь еще и билеты Шифутинского. Да, Анечка, а сейчас есть возможность передать такое замечательное понедельничное морозное утро приветы. Привет я хочу передать своим родителям, отцу, маме, Марине Александровне, дочкам, которые в школу сейчас собираются, Виктории и Валерии. Отлично, ну что ж, мы вас поздравляем еще раз всей семье. Привет, трубочку не кладите, расскажем, как забрать билеты. Вот так вот. Да, супер. Ребята, хорошая новость для всех нас, для тех, кто просыпается в 5 утра, чтобы оказаться на работе. Не обязательно спать много, достаточно просто поверить в то, что вы хорошо выспались, пишут ученые. Итак, новое исследование предполагает, что существует эффект плацебо-сна. Вам для того, чтобы бодро себя чувствовать, нужно, чтобы какой-нибудь авторитетный разбирающийся в этом человек, например, профессор сказал, вы сегодня выспались, и все, все отлично. Так что, ребят, надо найти такого сотрудника на телекомпании. Я, кстати, так делаю, я это прочитала тоже в книжке, я, ну, не еще авторитетного сотрудника, я себя... Сама себе авторитет, Диляра, да? Да, вечером, вечером, сама себе авторитет, я говорю, в 5 утра завтра я буду бодрая, выспавшаяся, красивая, обаятельная. Ну, не знаю, действует привет. Нет, мне осталось 4 часа, но на самом деле 10, 10, 10 часов я спала. Да, ребят, и, кстати, напоминаю еще, что у нас же есть замечательные соцсети и передают приветы нам наши дорогие телезрители. Давайте зачитаю один и потом сразу перейдем на нашу прекрасную рубрику. Итак, Екатерина Старатидорова, вот так вот, доброе утро, ведущим. Хочу передать привет красоткам, которые работают на станции переливания крови в отделе заготовки красотки. И вам большущий привет, ну, а мы переходим к рубрике «Селфи-утро». Доброе утро, друзья, это «Селфи-утро» на Первом Ярославском. С вами Ксюша Рулева, несмотря на то, что сейчас Диляра, Стас и Дима, вам огромный привет. Ну, а я хочу вам сказать, что в цирке, оказывается, можно не только на «Тигров, Пантер и Голос» смотреть, но и самые настоящие фильмы. Например, вот на таком огромном экране, пытаюсь вам это показать, 15 на 10, самый большой экран в городе, и это находится в цирке, а не в каком-нибудь там кинотеатре. Стартует серия кинопоказов, то есть у нас такой киноцирк, это называется, и начинается эта серия кинопоказов с фильма «Клоуны». Это очень логично, потому что, во-первых, это про клоунов, во-вторых, фильм снят в Ярославле в 2009 году, ну и как бы, в принципе, основные действия проходят как раз-таки в цирке в Ярославском. Поэтому вот очень логично, вот уже третий звонок, я вот буквально чуть-чуть вам успеваю показать, сколько пришло людей, приходится идти за ним. Вы уж тут меня не обессудьте, я как могу. Вон, 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 вон сколько. Вот, и вот с той стороны еще, вон сколько. Ну, представляете, все хотят посмотреть фильмы. Ну что же, пока идет, продолжается фильм «Клоуны», я выскочила, мы бывали на пару секунд, чтобы уделиться своим впечатлением, потому что держать все это в себе невозможно на таком огромном экране. Это экране, такие замечательные актеры Юрия Ваксмана с этим красным носом, ну и вообще зрители смотрят, задают дыхание, смеются над шутками, узнают ярославские пейзажи, это становится приятно, даже маленьких детей с собой привели. Ну что, друзья, это было селфи, утро с вами была Ксения Рулева. И проводите вчера с пользой и смотрите наши русские фильмы, и особенно ярославские. Пока-пока. Ребят, невероятно, Ксюша Рулева может тихо говорить. Просто новость недели была. Ну, мне показалось, что такое милое селфи-утро, прям захотелось. Ну что же, друзья, мы упоминаем, что говорим мы о снах. Звоните нам, 744-636, рассказывайте о том, хорошо ли вы спите, снятся ли вам сны. Ну и, конечно, звоните нам, потому что у нас есть прекрасные призы, и мы готовы их разыграть. 744-636, скайп, первая студия. Можно я покажу еще раз диск Макси Семенова? Вот этот диск получит тот, он пишет самую классную историю в нашей группе ВКонтакте, первая студия, там специальный пост, в котором можно делиться своими самыми необычными снами. Уже начали, кстати, писать, мы зачитаем, наверное, уже чуть позже. Ну а пока что, потанцуем немножко? Пока реклама, потанцуем, друзья, под рекламу. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Друзья, доброе утро, в эфире Первая студия. В Первой студии сегодня Дмитрий Московский, Дзиляра Байбикова. И Станислав Зубов, друзья, привет! А также полет в аэротрубе, которым можно выиграть рубрики «Игры разума» 744-636. А тема сегодня, коллеги... Сны! Да. Поэтому давайте про сны поговорим. Диляра, что тебе в последнее время интересного снилось? Я на самом деле не буду рассказывать, что мне снится, а то вы решите, что я не совсем в адеквате, друзья. Вот сейчас сразу интересно стало. Да, давай-ка. Мне снятся какие-то вообще невероятные вещи. По моим снам можно, не знаю, можно продавать сценарии. Там Тиму Бёртону, каким-то странным режиссёрам. Ребят, расскажу чуть позже, но сейчас я знаю, что у нас есть звонок. И думаю, пришло время разыграть полёт в аэротрубу. Полетаем. Ну, раз так, раз ты так считаешь, так и сделаем. Доброе утро, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Алёна. Алёна, доброе утро. Не Алёна ли Волк нам звонит? Она самая. Алёночка, очень приятно вас слышать. Доброе утро. Уже и в студию у нас побывали, а теперь в эфире. Хоть по телефону. Ну что, Алёна, будем мы с вами выигрывать приз в аэротрубу? Будем, будем. Отлично. Расскажем, что же нужно делать. Рассказывай, что нужно делать. Вы готовили этот сюжет. Всё-таки тема сны, поэтому сейчас мы будем вспоминать песни, которые связаны со снами. Есть снова сны, есть любые производные от слова сны. В общем, песни о снах. А я думал, сейчас... Алёна, а вообще петь умеете? Ну да. Отлично. Ну какую-то из них потом можно будет спеть. Итак, Алёна, мы вам даём 20 секунд, чтобы назвать 5 песен, в которых есть слово сны. Вы готовы? Ну да. Ну что, раз, два, три и поехали. Ёлочка, гори, поехали. Алёна. Ну ничего, давно не приходится. Давайте, давайте, давайте. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Через некоторое время вы сможете. Короче говоря, спасибо, 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 спасибо приятной девушке, которая спасла Алёну, так сказать, не дав остальным телезрителям узнать, знает Алёна в свою очередь или не знает. Я думаю, Алёна обязательно придумает и перезвонит. А ты можешь вот так вот сама накинуть 5 песен? Конечно, конечно, я же готовилась. Ты же готовила, уже конкурс. Давай, давай одну какую-нибудь. Хотя нет, не говори, не подсказывай. Не буду, не буду подсказывать, ребят, звоните, ещё есть такая возможность. А вот, кстати, Алёна ещё нам ВКонтакте написала, передавала привет. Привет, доброе утро всей первой студии от всей нашей огромной семьи. Также Валерия Гурина пишет над... Передаю привет вам, дорогие ведущие. Очень ждала, когда именно вы выйдете в эфир и радовалась, когда вы появились в эфире вот так. Дим, сколько часов тебе нужно, чтобы выспаться? Мне кажется, что примерно 7-8, вот чтобы прям выспаться хорошо, но не всегда получается, конечно, но ничего страшного. То есть получается, во сколько ты ложишься, чтобы в 5 утра таким огурцом быть? Ну, давай посчитаем, ну, 9, 10 и 11 по разному. Красота. Мне бы так. А вам-то сны снятся, ребята? Есть что-то такое? Мне постоянно снится, что я на работе и что что-то идёт не так. Это прямо, особенно, когда вот какой-то такой там сезон, типа новогодние корпоративные праздники или что-то такое. Прямо каждый день во сне я продолжаю работать. Я трудоголик. Выходишь в эфир и микрофон не работает, просто что-то не вижу. Ну вот что-то такое, да, постоянно, но я как-то героически справляюсь каждый раз. Ну, наверное, таким образом тренируюсь для реальной жизни. Друзья, 744-636, билет в аэротрубу может стать твоим. Мы ещё можем полетать, друзья, конечно. И вот так же Слава Сидорович передаёт привет. Доброе утро, доброго дня всем, кто слышит и кому передадут всего самого тёплого в этот прохладный осенний день. А также пишут нам про свои сны. Итак, будучи в интересном положении на первых сроках, а финал истории узнаете после клипа на Первом Ярославском, не переключайтесь. Заинтриговал. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Друзья, это «Первая студия», и, похоже, нам теперь всем будет сниться Артур Пирожкову через минимум неделю. Да, почему бы нет? И то же, что сниться Артуру Пирожкову, да. Я вам обещал, да, по поводу нашей темы, которую мы сегодня обсуждаем. Мы ждём. А у нас сегодня тема сны. Итак, про свой сон написала нам Анна. Будучи в интересном положении на первых сроках, мне снится сон, как я перебираю розовые пелёнки, покупая бантики, рюшечки, куколок. Мы с мужем ждём мальчика Сергея, а нет, родилась дочка Елизавета. Сон-то оказался вещем. Вещей, вот это да. Ещё несколько вариантов сна нам своих прислали наши телезрители, но немножко позже их зачитаем, да. А я вот давай приветики, приветики передам ещё, потому что ждут, ждут наши телезрители. Итак, Фатина пишет «Доброе утро, классные ведущие! Всем привет, радости и здравия всем!» Вот это вот правильный настрой на понедельник, я считаю. Ой, приятно. А теперь звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте. Здравствуйте, как вас зовут? Тамара. Тамара. В общем, задание вы уже слышали, наверное, была возможность подготовиться, поэтому мы от вас ждём. Да, немножко подготовилась чуть-чуть. О, это приятно. Тогда мы вам даём 10 секунд и всё-таки на моём задание ещё раз. Я пою уже. И ночь в июле столько шесть часов. Стоп, 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 стоп. Стоп. Выдохните, время ещё не началось, Тамара. Да, да, видитесь, пожалуйста, Тамара. Курносики сопят. Так. Подожди, это хорошо, Тамара. А теперь всё то же самое, только по нашей команде. Илится нам трава у дома. Отлично. Это третья, это третья. Мы в восторге, Тамара. Ещё три песни, и Дима упадёт в бомбарок. И мне летать, и мне летать охота. Так. А летать-то в смысле во сне? Да. Конечно. И давайте финальную песенку. Ну, шо. Хорошая песня, Тамара. Спасибо. А помните, помните, Алсу пела песню такую ещё? А, ой, 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 ой. Из самых первых была у Алсу. Такая романтика, романтика. Где она в носочках, вот в этих свитерях. Алсу. Алсу, да знаю я Алсу-то. Вот чё-то вот... Такая зимняя. В тот день, когда ты мне что? Когда ты мне снишься? При... Снишься! Ну ладно, давайте всё, отдаём полёт в аэротрубе. Тамаре, да, поздравляем вас. Ура, спасибо большое. Ура, приз ваш. Да, да, да. Приветов кому-нибудь передать хотите, раз уж так всё срослось удачно? Помимо Алсу. Вам большой привет и большое спасибо вам за хорошие подарки. Спасибо большое. Спасибо. Звоните нам чаще, и сейчас у вас будет возможность полетать не только во сне, но и на его трубочку не кладить. Пожалуйста, расскажем, как забрать подарки. Ну а мы переходим к нашей любимой рубрике. Расскажем, что сулят нам звёзды сегодня. Гороскоп первой студии. Полетели. Итак, Овен. Сегодня вы полны энергии. Направьте её на обустройство быта. Тяга к творчеству поможет найти креативный подход к решению любой проблемы. Отличный гороскоп. Итак, тельцы, используйте этот день, чтобы увидеть что-то новое и интересное. Вырветесь из повседневной суеты. Близнецы, сегодня вас ждут спонтанные покупки. Во время походов по магазинам доверьтесь логике, чтобы не приобрести ничего лишнего. Переходим к ракам. Вы полны уверенности в себе и готовы к самым решительным шагам. Поставленные цели легко вам сегодня покоряются. Итак, мои лёвчики, р-р-р-р, ваше оружие сегодня это творческий и креативный подход. Дайте волю фантазии, и вас будет сопровождать только успех. Девы, сегодня самое время задуматься о планах на будущее и помечтать. Со временем вам удастся воплотить свои замыслы в жизнь. Весы, смените привычный ритм жизни и завершите необычный поступок. Вспомните о любимых увлечениях и посвятите день именно им. Итак, скорпионы, 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 сегодня вас ждёт долгожданное романтическое знакомство. Вспомните о любимых увлечениях, а это уже весы, а вы не упустите шанс, будьте готовы к неожиданным поворотам судьбы. Стрелец. Начало рабочей недели обещает быть спокойным и продуктивным. Вечером лучше заняться спортом или провести время в кругу семьи. Козероги. Во всех начинаниях доверьтесь не уму, а сердцу. Сегодня интуиция вас точно не подведёт. Водолей, сегодня вы готовы к критике. Собственный адрес. Старайтесь контролировать эмоции в каждой ситуации. Ищите плюсы. Рыбы, вы полны жизнерадостности и оптимизма. Окружающие заряжаются вашей энергией, и для вас нет неразрешимых задач. Ну а теперь переходим к афише. Что же ждёт нас в ближайшее время? Узнаем. Афиша. Фейерверк звёздных артистов и специального гостя Леонида Агутина можно увидеть на шоу «Эх, разгуляй». Итак, все хиты за пять лет в рамках юбилейного тура споёт группа «Князь». Самых маленьких зрителей чудесным ремонтиком повеселят Маша и Медведь. Михаил Шевудинский, сопровождение оркестра, представит большую сольную программу. Гия Эранзе приглашает на цирковое шоу «Баронеты». Анна Ардова и Максим Дрот сыграют в криминальной романтической комедии «Женатый, но живой». Легендарные композиции русского рока использованы симфонические оркестры под правлением Игоря Пономаренко. Ростислав Гнадобас представит тренинг бестселлер «Селф Мэйт Мэн». Театр ростовых кукол «Феерия» устроит настоящий мультпереполох для всей семьи. Звезды московского независимого театра приглашают на легендарный моноспектакль «Мастер и Маргарита». Ура! Вот такая вот насыщенная фиша нас ждёт, друзья. Ну что ж. А теперь новости и потом вернёмся в студию. И немножко рекламы. В эфире «Первого Ярославского» утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Доброе утро, друзья. В эфире «Первая студия». «Первой студии» сегодня по-осеннему бодрые Дмитрий Московский, Диляра Байбикова. Ну и, конечно, абсолютно не сонный весельчак Станислав Зубов. Друзья, разговариваем сегодня о снах. Делитесь своими с нами, звоните на 744-636. Может быть, кому-то снятся вещи и сны, а может, никому ничего не снится. Расскажите нам об этом. Да, наша группа ВКонтакте «Первая студия». Вот тут к нам присыпают, кстати говоря, всё больше и больше сообщений. Переполнился просто, да. Давайте почитаем, что же там. Хорошо. Доброе утро. Самый необычный сон у меня был недавно. В нём, как обычно, переплелась фантастикой реальность. Но в этот раз главным героем стал троллейбус, который возил меня по моему сну и разговаривал голосом диктора, рассказывая смешные анекдоты. А вот этот сон мне нравится. Дальше. Тут какой-то сын сон приснился, как соседская собака. Укусила за ногу, но не буду считать страшные. Это к чему такие сны, интересно? Не знаю. К тому, что собака укусит за ногу. Вообще, вещи и сны. Вы верите, ребята? Я вот верю в сны, которые снятся четверга на пятницу, потому что действительно сбываются по практике. Сверга на пятницу. Не знаю. Я, кстати, не обращаю внимания. Мне, честно говоря, очень мало снятся сны. Хотя, возможно, это связано с тем, что я их не помню просто. Потому что слышал о таком факте. Учёные остановили, что уже через 5 минут после пробуждения мы не можем вспомнить даже 50% того, что нам приснилось. А когда проходит примерно минут 15, то уже даже 90% где-то за пределами памяти остаётся. А вот какой молодец был Менделеев, да? Диля, Дима, у меня для вас есть хорошая новость. То есть люди, которые бросили курить, видят сны гораздо чаще и ярче. Так что, Дима, прими к сведению. Бросать надо, да? Не закуривай, не закуривай. Или наоборот, закури и брось, чтобы поярче всё было. Чтобы прям совсем уж наверняка. Вот ещё приветик, ребят, зачитаю от Анны Шалагиновой. Доброе утро, первая студия. Доброе утро, любимые ведущие. Три чмока для каждого из нас, как обычно. Передаю привет мужу, сестре, племяннику и родителям. Удачной недели. Отлично. Друзья, передавайте приветы. Звоните к нам, прямой эфир, 744-636. С удовольствием пообщаемся. Ещё одна короткая история. Пока есть время. Анастасия напишет. Доброе утро, мне сегодня приснился сон необычный. Первая любовь снилась. Сон был очень необычный. Я пришла в больницу, и он там был. И стали с ним хорошо общаться. Так теперь называется. Интересно, это вещи, сон будет или нет. Я сегодня как раз иду в больницу. О-о-о-о. А так мне часто снятся сны про день, который будет. И иногда сны вещи, и иногда нет. Но это не точно. Хочется добавить, как в том самом известном интернет-меме. Спасибо нашим телезрителям. Ребят, пишите нам, делитесь своими с нами. Не забывайте, что за лучшую историю мы дарим дисмак Семёнова весы от мамульки Бэнт Продакшн. Ну и, конечно, звоните нам, пожалуйста. Мы хотим всё-таки услышать про то, что же вам уже снится. Да. Друзья, а я расскажу несколько фактов о том, каким же образом сны могли помочь некоторым известным людям что-нибудь этакое изобрести. Ну, во-первых, самый известный факт, да. Я думаю, каждый знает о том, что Менделееву во сне, да, пришла его периодическая система. Кстати, она ему пришла не просто так, да, не из ниоткуда она пришла, а просто потому, что он много и упорно занимался этой таблицей. Ну и сон ему как-то позволил это дело систематизировать. А ещё? А ещё! Божественная комедия Данте пришла ему во сне. Вот так. Вторая часть Фауста Гьёте, Горе от ума Грибоедова, а ещё под влиянием снов творили Моцарт, Вагнер, Толстой, По, Ван Гог, Гейна, Вольтер, Пушкин, Фетт, Маяковский. Вот так. А теперь переходим к моей любимой рубрике. Праздник к нам приходит. Итак, сегодня, 24 октября 2016 года, можно отметить Международный день школьных библиотек. Ура! День Организации Объединённых Наций, День Любви к Тёплым Носкам. Вот этот праздник я, пожалуй, отмечу. Также Всемирный день информации о развитии, День Праздник Любителей Бильярда. Так быстро считаешь, мы не успеваем праздновать. Да-да-да-да. Также сегодня День Независимости в Замбии, можете праздновать. Вот. И именины Зинаиды, Филиппа, Феофана, Антона, Мартина и Рафаила. Всех этих прекрасных людей. Феофан и Рафаил. Поздравляем. Ребята, ну что, продолжаем говорить мы о снах. Друзья, какие сны вам снятся, а может не снятся вещи и не очень страшные, либо наоборот пророческие. 7-4-4-6-3-6. Звоните нам, пожалуйста, рассказывайте. Делитесь. Мы сегодня и психологи, и добрые друзья, и в общем, два в одном. Вот так. Да, сомнологи, да, вот еще сомнология я слышал называется. Я предлагаю потанцевать музыку по студию. В эфире первого Ярославского утреннее телерадио-шоу «Первая студия». Знаете, прямо поход в бассейн как способ познакомиться с мужчиной от Веры Брежнева, по-моему, да? А может это был ее сон, кто знает. А может быть это действительно был или сон мужчин в бассейне, в котором плавает Вера Брежнева. Кстати, да. Скорее всего, так и есть. Мы продолжаем обсуждать сны. У нас, кстати, есть звонок, а после него подведем итоги игры разума. Ну а пока здравствуйте вам. Алло. Алло. Доброе утро. Как вас зовут? Здравствуйте. Алло, алло, здравствуйте. Как вас зовут? Анна Александровна. Анна Александровна, у вас есть ровно минута, чтобы рассказать нам свою интересную историю, связанную со сном. Поехали. Анна, еще просьба, пожалуйста, телевизор чуть потише. Обычные, всегда красивые сны. Про детей, про семью. Меня козлара не мучает. Прекрасно. Ну давайте, раз про какой-то конкретный сон мы не будем сейчас рассказывать, передавайте приветы, передаем приветы, да, и после этого у нас тут есть еще одно очень важное дело. Так что, Анна, приступайте. Я хотела передать привет своим детям, которые сейчас в школу ушли. Это Виктории, Валерии. Хотела передать привет своему папе, который далеко находится. Спасибо. Ну что, вроде бы, вроде, никого не забыли. Спасибо. Всем вашим близким большой привет, Анна Александровна, спасибо. Спасибо большое, да, Анна Александровна. Ну что ж, друзья, мы хотели бы подвести итоги игры, 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 ага. Итоги игры разума, но для начала еще вот у нас есть одна история от Валерии Гуриной. Стас, читаем? Да, то чувство, когда ты очень хочешь сюрприз-бокс, и он тебе даже во сне снится. Мне приснился супер-бокс, а в нем был гидроскутер ядовитый, желтого цвета. Я просыпаюсь и спрашиваю мамы, а где мой гидроскутер? Ну, как бы да. А сон-то, может быть, в магазине, говорит мама. Мама в шоке просто. Ну что ж, друзья, мы готовы подвести итоги. Мы долго думали и метались между Светланой Вседоровичей и Анной Шалагиновой, между Сном Вечем и Сном Веселым, но мы все-таки за фан, за веселье, и говорящий троллейбус нас покорил. Поэтому, Светлана, дружно и с удовольствием вручаем вам вот такой вот замечательный компакт-диск от Макса Семенова. От талантливых ярославцев, по-моему, с Максом Семеновым. Если уж Диля что-то решила, понимаешь, что ничто ее не остановит. Ну, маму, конечно, поздравляем с тем, что ее в 2 часа ночи разбудили вопросом, где мой гидроскутер. А, вот еще, смотрите, доброе утро, если мне какой-нибудь знакомый приснится, на следующий день я его обязательно увижу. Ой, это прекрасно. Суперспособность такая, да? Как-то угрожающе звучит, по-моему. Ну что ж, ребят, сейчас перейдем к интересным темам. Хэллоуин уже совсем скоро, и начали задумываться об образах разные люди. Расскажу о некоторых из них. Итак, вот, посмотрите, сложный макияж, который имитирует тающую расплавленную кожу. Он набирает сейчас популярность в Инстаграме. Один из таких образов стал образ тающей Барби. С помощью пластического грима он создается, и создается в такой иллюзии, что половина лица модели течет. Это страшно, да. Далее по популярности у нас идет следующий мейк. Называется он тающий скелетон. Это когда кожа, обнаженная, под ней как будто бы кости черепа. Ну вот, как бы тоже взять на вооружение. Нет, страшно, страшно. Хотя, на самом деле, вот Барби меня не столько напугала, сколько повеселила. Как будто, знаете, свечу взяли и накапали ей на лицо. И вот получилось... Это не очень весело, Дима. Просто вот так вот. Нет, ну, кто-то так развлекается, между прочим, что все смотрели гейматограф. Просто это макияж такой какой-то, прям такая работа серьезная. А на самом деле просто вот что-то такое. Это нам подсказывает наш редактор, что пора менять тему все-таки у нас утренняя передача, ребята. Поэтому давайте к следующей. Мы добрые и милые, ребята. Да, кстати, тема ми-ми-ми от меня по традиции. Поэтому сейчас я расскажу вам не про кошечек, не про собачек и не про динозавриков. Расскажу про прилипчивого осьминога, друзья. То есть вот это веселая тема, да? Так. Осьминожек. Итак, Николаус Киписидис опубликовал видео о встрече с очень прилипчивым осьминогом. Да, и версия ролик на греческом побережье. Осьминог присосался к маске мужчины, а затем к его руке и колену. Но после пары минут борьбы с моллюском все-таки удалось от него отделаться. Но посмотрите, он просто хотел поздороваться, мне кажется. Посмотрите, какой милый мальчишка, осьминожек, добрян. Улыбается, обнимает его за пальчик. Я, честно говоря, вот побаиваюсь. Я теперь не поеду туда купаться, потому что вот так вот неожиданно плывешь, и вдруг тебе кто-то... А если его папа приплывет пообниматься? А если вся компания, понимаешь, приплывет пообниматься? Это же такой стресс. Нет, ну правильно, к Хэллоуину мы такие веселые истории смотрим. Я на Хэллоуин приду в костюме осьминога, чтобы с нас опугать. И будешь со всеми обниматься. Ребята, можно еще прийти в костюме робота для трамбовки мусора. Еще одна новость, с которой переходим. Британский инженер и видеоблокер Колин Ферст представил свое новое изобретение. Это робот для трамбовки мусора. На ролик обратил внимание издатель Гизмода. Робот получил имя The Stomp-O-Matic. Он сделан из старой мясорубки и выброшенного манекена. В конце видео роботы попытались опробовать мусорную баку, однако он задымился и загорелся. В общем, роботы пока еще, в отличие от фильмов... Посмотри, как он старается. Как в фильме с Адрианом Челентано получился. Робот с приступом эпилепсии. А вот непонятно, как бы сам создатель, он радуется или понимает, что что-то пошло не так сейчас? Вы видели его лицо? У него такой взгляд маниакальный вообще. Я бы хотел вернуться к нашей семье. Возможно, кому-то из нас приснится то, что мы сейчас увидели, и с телезрителей тоже. Доброе утро, мне снятся очень необычные и красивые сны. Вот один из них. Как-то раз мне приснились соседи по даче. Я смотрел к чему-то и что там написано в долгожданной встрече с соседями, и все сбылось. А вот так вот. Представляете? Магия. Диля, а вот давай вернемся все-таки к твоим снам. Нас, потому что с Димой они сегодня крайне интересуют. Может быть, какой-то самый необычный сон за последние полгода, который запомнился? Если мы говорили о том, что сны мы забываем уже за пять минут после того, как мы проснулись... А не бывает таких, которые прямо помнишь долго? Слушай, бывают сны, которые снятся периодически. Я не знаю, к чему, это, наверное, знак, что надо на них обратить внимание. Снятся люди, с которыми были давно знакомы и которые, например, отдалились от тебя. Вот к чему это? Как вы считаете? Пора возближаться. Пора возближаться. Надо встретиться, да. Возможно, именно так. Но вот если говорить о снах, таких с сюжетом, таких интересных, которые хочется пересказывать, то действительно у меня почему-то мало их было. Вот были ли какие-нибудь сюжеты? Ребята, я когда на права сдавал, мне постоянно снилось, что я покупаю себе автомобили. Я прямо вот все детальки, я прямо на ней еду куда-то. А потом вспоминаю, что у меня прав нет прямо во сне. Обидно, да? Обидно. Потом Стас просыпался в слезах тогда. Ну да, взрыднул пару раз подушку. Бывало ли у вас такое чувство, что вы во сне падаете? Падаете очень долго. Конечно. И летал, и падал, и что только не делал вообще. А вот самое страшное... Ребята, у вас такая интересная жизнь во снах. Я прямо смотрю, мне прямо завидно. У меня самое страшное, когда ты падаешь в оси и потом просыпаешься. Вот так, потому что вот ты достиг этого самого дна. Сонного. Так вот это уже бывает. А днем кто-нибудь из вас спит днем? Я вот, например, люблю иногда взремнуть пару часиков. Хотя говорят, что это очень сильно сбивает. Хотелось бы, но такой роскоши пока, к сожалению, просто времени нет. Не можете себе позволить, да? Я тоже могу. Помните, да, в детстве тихий час вот как-то не нравился. Хотелось вот как-то вот встать уже поскорее с кроватки, чем-то заняться. Активно пионерский лагерь, вот я помню, тоже вот не нравился. А вот во взрослом возрасте ты наконец-то понимаешь для чего. Хочется встать. Вернуться бы в детский садик, пшенной кашки покушать, и потом обратно в кроватку. Очень здорово. В общем, всем рекомендую, ребят. Помечтали, помечтали, подумали. Ну, друзья, сегодня мы говорили о снах. Замечательных вещах, интересных сюжетам и бед. Спасибо вам большое за звонки. Разыграли множество призов. Поделились отличным настроением. Шапутинский у нас, аэротруба и диск Макса Семенова. Все это есть. Спасибо вам, что вы писали нам ВКонтакте свои интереснейшие истории. Главное, помните о том, что только 3% людей способны нормально себя чувствовать, если не спят более 6 часов в сутки. Так что планируйте свой сон, а с утра будьте бодры, веселы и включайте первую студию. Пусть вам снятся только хорошие, добрые сны. Спасибо вам, друзья. До встречи уже завтра. В студии были Станислав Зубов, Диляра Байбикова. Ну и, конечно, гибем московские сицы. Пусть вам будут отличные сны. Ну, а мы поможем отлично проснуться и зарядиться прекрасным настроением. Пока и до завтра. Пока-пока. В эфире Первого Ярославского утреннее телерадио шоу «Первая студия». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова